Китай инвестирует порядка 50 миллиардов долларов в развитие Бразилии. Средства пойдут на инфраструктурные проекты, главным образом на строительство железной дороги, которая поможет Китаю удешевить экспорт из Бразилии. На что еще пойдут данные средства, мы общаемся с Александром Соколовым из компании Proconsulting. Александр, спасибо, что согласились с нами пообщаться. Собственно, Китай продолжает свою инвестиционную экспансию по всему миру. На данный момент мы знаем, что он нацелен и на Бразилию. Почему выбрана данная страна и не повлияет ли данный выбор на другие инвестиционные проекты Китая? В первую очередь хотелось бы отметить, что Бразилия на данный момент является одной из наиболее динамично развивающихся экономик мира, показывает достаточно высокие темпы роста. В том числе стоит отменять, что Бразилия для Китая является с точки зрения инвестиций достаточно привлекательной страной. С другой стороны является достаточно хорошим и важным торговым партнером. И так как, в принципе, из данной страны Китай потребляет достаточно много необходимых для него ресурсов. Ограничится ли Китай той инвестицией, которая заявлена, либо она будет расширена и на что будут направлены средства уже в этом году? В этом году, скорее всего, будет освоен данный размер инвестиций. Однако, если рассматривать в целом данный регион, то по заявлениям китайской страны до 2025 года они планируют увеличить общий торговый товарооборот до 500 миллиардов долларов. Это достаточно высокие покраси и, скорее всего, инвестиции будут продолжаться и увеличиваться как в целом регион Латинской Америки, так и в Бразилию в частности. Будут ли это инвестиции под определенные проекты государственного уровня, возможно, в Бразилии? Либо Китай будет развивать проекты, в которых он сам заинтересован, насколько я понимаю, это нефтетобыча различная и сырье? Тут, скорее всего, мы будем наблюдать, в первую очередь, инвестиции в инфраструктурные проекты, в частности, проекты строительства железной дороги, которая свяжет Атлантическое и Тихоокеанское побережье и пройдет по территории Бразилии. Перо – это достаточно глобальный и обширный проект, что позволит китайской стране удешевить импорт продукции из Латинской Америки, в частности, из Бразилии. В том числе, скорее всего, инвестиции будут направлены действительно в сырьевое составляющую. Это, в первую очередь, добыча железной руды, так как Китай является одним из основных потребителей бразильской железной руды и, в том числе, в нефтеперерабатывающую отрасль, а также в транспортную отрасль. Чем-то эта инвестиция именно в инфраструктуру напоминает инвестицию в Африку. Ведь в Африке Китай делает фактически то же самое. Она строит железную дорогу для того, чтобы соединить более или менее выгодные для себя транспортные маршруты. По вашему мнению, будет ли это влиять непосредственно на экономику региона латиноамериканского? И в какой перспективе мы увидим результаты китайских инвестиций, чтобы выгода была не только для Китая, как и для покупателя основного, так и для Латинской Америки? В любом случае, данные инвестиции взаимовыгодны как китайской стране, так и бразильской стране. Так как это в первую очередь повлияет на улучшение инфраструктуры региона, снижение себестоимости перевозок, а соответственно и экспорта продукции. Так как в принципе Бразилия экспортирует продукцию не только в Китай, данное улучшение логистической составляющей и улучшение инфраструктуры, то есть инвестиционные инфраструктурные проекты позволит повысить эффективность непосредственно перевозки грузов, а соответственно свяжет деловые центры и сможет увеличить деловую активность, что естественно скажется на увеличении экспорта и будет как одним из драйверов дальнейшего развития экономики. А собственно для Китая, с учетом всех проблем, о которых говорят, которые кружатся вокруг данной страны, что с одной стороны темпы развития довольно-таки хорошие, с другой стороны они не отвечают ожиданиям самого правительства, мы знаем о том, что там и фондовый рынок перегрет уже фактически, были проблемы не так давно, как и у всех, с закредитованностью, то есть проблем хватает, то что такое количество средств будет уходить в качестве инвестиций зарубежно, сколько это может обратиться на экономике Китая? Я думаю в данном случае китайское правительство смотрит в перспективу, и это скорее, скажем так, такой стратегический задел, в дальнейшем, в долгосрочной перспективе для поддержания темпов экономического развития и соответственно увеличение влияния, экономического влияния в данном регионе. Мы действительно это наблюдаем как и в африканском регионе, так и в регионе Латинской Америки. Китай, скажем так, улучшает и укрепляет свои позиции, что дает возможность говорить о том, что в дальнейшем данные регионы будут являться одними из основных экономических партнеров Китая, в первую очередь это сырьевыми партнерами, так как Китай является одним из крупнейших потребителей как железной руды, так и нефтепродуктов в мире, соответственно, для получения более выгодных контактов и в долгосрочной перспективе действительно данные именно ведутся работой по улучшению торгового оборота с этими регионами. Вот если учитывать тот факт, что на сегодняшний день есть такое существенное снижение стоимости железной руды, угля, нефти, мы все это видим, как бы это довольно-таки очевидный процесс. Почему данная инвестиция в железную дорогу, которую мог Китай взять, мне кажется, и год назад, пять лет назад, ну то есть контакты у Китая и Бразилии довольно-таки давно налажены, и они неплохие контакты, почему эта инвестиция производится именно сейчас, по вашему мнению? Есть ли какие-то факторы экономические для того же Китая, ну выгода, например, опять-таки за счет того, что сейчас, возможно, это дешевле сделать, чем это было там пять лет назад? Ну, конечно, то есть тут существует как один из факторов влияния, это фактор более лучшей себестоимости непосредственной реализации данного проекта, в том числе стоит учитывать фактор, скажем так, достаточно активного влияния на регион со стороны Соединенных Штатов, и, соответственно, данный процесс, он, скажем так, идет скорее, Китай постепенно, как я уже сказал, укрепляет свои экономические позиции в регионе, и шаг за шагом, скажем, улучшает и торговые связи, и объемы инвестирования в данном регионе. Будет ли, стоит ли ожидать, что появятся, собственно, китайские производства в данном регионе? Имею в виду, что китайский бизнес с собственными деньгами не только государство, как вот сейчас, да, а непосредственно бизнес будет заходить в регион, будут развивать добычу железной руды, для того, чтобы было выгодно зарабатывать на своей стране фактически за рубежом? Вполне вероятно, то есть на данный момент, конечно, в первую очередь привилирует это реальные инвестиции, то есть прямые реальные инвестиции, однако вполне возможно, что на каком-то этапе китайская сторона начнет, скажем так, заходить и приобретать непосредственно или производство, или предприятия по производству, в первую очередь сырьевые предприятия, да, то есть такое вполне допустимо и возможно. А в контексте того, что БРИКС, если не ошибаюсь, собирались создать инвестиционный банк, который бы как раз занимался и инфраструктурными проектами точно так же, не противоречит ли желание совместно поддерживать развивающееся государство действия Китая, который в одиночку фактически, забыв об остальных, инвестирует в каждую отдельную страну, закрепляется в каждой отдельной стране и устанавливает такой определенный контроль экономический фактически над регионами. Ну тут стоит говорить о том, что китайская экономика все-таки является одной из наиболее сильных в мире и соответственно у Китая гораздо больше как финансовых, так и инвестиционных ресурсов, при помощи которых он реализует данные программы. Поэтому, конечно, даже как в рамках непосредственно БРИКС, так и в частности в двухсторонних отношениях Китай, конечно, старается максимально получить для себя наибольший эффект экономический и, соответственно, укрепить свои позиции. Поэтому тут можно говорить о том, что это, скажем так, политика достаточно прагматичная со стороны китайского правительства, но которая в конечном итоге может принести действительно хорошие дивиденды в первую очередь для экономики страны. А для экономики страны в контексте мировой экономики увеличит ли это удельный вес, грубо говоря, Китая в мировой экономике? Вот именно вот эти вот инвестиции Бразилия, Африка, Индия, мне кажется, точно так же там идет поддержка со стороны Китая. Ну, конечно, то есть мы можем говорить о том, что Китай на данный момент, скажем так, закрепляет за собой определенные в первую очередь регионы, особенно которые богаты природными ресурсами, в которых Китай действительно с постоянно растущими объемами производства достаточно сильно является. И тем самым он обезопасивает себя от возможного дальнейшего резкого роста цен на ресурсы, скажем так, нивелирует данные риски, что в свою очередь дает возможность говорить о том, что тем самым улучшает эффективность в дальнейшем развития своей экономики и удельный вес действительно экономики Китая в целом в мировой экономике. Почему Китай инвестирует в развивающиеся страны, мы разбирались вместе с Александром Соколовым из компании ProConsulting. Спасибо за ваше внимание. С вами был Александр Кулебаба, специально для DukascopyTV из Киева.